Ребята, всем привет! Сегодня черная пятница, а это значит, что мы приехали в Лараку. Всем привет! Да, мы сейчас объехали, забрали Ванину маму, она уже побежала по магазинам, вот. И мы тоже потихонечку будем ходить, смотреть, может что-то найдем. Какие здесь классные декорации, тут прям уже все пахнет Новым Годом, посмотрите, эти свечи, полено, шишки, елочки, прям, кстати, голубая елка, это голубая елка, зай, прям настоящая. Слушай, красота! Ну ладно, я хочу. Поприкручивали, да? А, да, точно. Пойдем в магазин очков, может там какая-то хорошая скидка на очки. Пойдем? В общем, мы уже прошли по двум магазинам, там где очки тебе ничего не понравилось, ты определиться не можешь, да, с очками? Да, там есть еще один магазин с очками, там еще посмотрю. Кстати, хотел рассказать по поводу скидок. Скидки здесь на самом деле настоящие, потому что цены, они старые, не убирают, то есть они не зачеркивают ничего. То есть цены те же самые, просто ставят какие-то картели, таблички с тем, что скидка до 20%. То есть ты сам высчитываешь уже сам скидку, то есть там не написано, сколько будет финальная стоимость. И ты этим самым понимаешь, что скидка все-таки настоящая. А в некоторых все-таки магазинах, ну не в этой деревне, а какой солнце сильное. Ты посмотри на эти колени, надо будет потом снимать. Смотри, какие на них курточки. О, еще одна карета. Только на лыжах. Классно. Ты готова? Да. Нормально, кстати, сделали скидку 20%, только если покупаешь больше трех вещей. Мы зашли в магазин, а нам дали вот такой вот красивый номер. Наш как-то не по себе, если честно. Катя пошла, а мы тут перекусили. В общем, что-то у меня финал осталось. И я решил немножко посидеть. Пока Катя там ходит, и потом, когда немножко отдохнула, пойду за ней. Мы мне взяли одну вещь. Катя тоже одну вещь. Купили. И самый прикол, то что мы купили вещи, на которых не было скидок. То есть так всегда, когда мы приходим покупать по скидкам, видим те вещи, которые нам нравятся, и на них не бывает скидок. Видите, какой-то. Ну что, ребята, у нас уже обеденное время. Мы уже проходили довольно долго. А у нас на самом деле с Ваней шопинг удался. Но единственное, что мы купили по скидке, так это очки. Я купила по скидке. И купила себе, наконец-то, пальто. У меня были же подарочные карты, и я их не тратила специально, потому что я хотела купить что-то действительно нужное, что-то хорошее. Да, ниточка вырезала мне на свитере затяжка. Вот, и, наконец-таки, это свершилось. Ты очень много не могла подойти, подобрать. Да, с пальто вообще была такая жесть, проблема, потому что я ростом низенькая, практически все пальто очень длинные продаются. И они на мне, ну, очень некрасиво смотрелись. Вот, но я, наконец-таки, нашла то самое пальто средней длины, то есть оно ниже попы. А вот, но оно меня не обрезает визуально, и, в общем, да. Я написала маме, написала дружке, будь здоров. Ваня тоже сказала, что хорошо, все одобрили выбор, и, в общем, я купила, ну, за подарочные карты, которые у меня были, и там чуть-чуть добавила, в итоге получилось очень... Так что я счастливая, довольна. Сейчас вам покажу, какие очки купила. Тоже, наконец-то, выбрала очки. Подержи камеру, Розе, пожалуйста. А то уж долго выбирала, не могла выбирать, в итоге выбрала, ну, наверное, они чем-то похожи, ну, разве что цветом похожи на те, которые у меня есть. Вот, но не знаю, мне эти очень понравились. Они, во-первых, на мне хорошо сели, я вот, они не спадали, ничего нигде не давили, и мне понравилась очень форма. Давай, не знаю. А на клейку так и нужно, да, ставить? Нет, я ее... Возможно, многим не понравится, но самое главное, это чтобы нравилось мне, правильно? Я себя чувствую уверенно, мне очень нравится эта форма. Мне тоже нравится. Как кошечка. Не знаю, но они очень будут хорошо с пальто смотреться. Я прям... Все видишь. Вот очки я, кстати, со скидкой купила, хорошая скидка получилась, и да. Да, только надо наклеечку отклеить. Мы сейчас ходим с тетёлей по магазинам, помогаем выбирать, потому что, когда ходишь одна по магазинам, очень сложно что-то выбрать, потому что никто ничего не советует, не говорит хорошо, плохо. Короче, смотрите, как здесь красиво. Сейчас я себя потемнее сделаю картинку, чтобы было видно, как здесь все сияет. Это просто сказка какая-то. Все так прям... А, вообще! Да, Зай? Красота такая! В этом году лампочек не пожалели. Вообще. Здорово. Очень-очень здорово украсили. Прям всё светится. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, уже 12 часов ночи, мы вышли с магазина. Какие? Провели мы там 12 часов челлендж. Чуть ли не 24. Не, на самом деле сейчас время полседьмого, мы здесь. А скольки мы здесь? Они же к часу по-сюда приезжали. Да. К часу. Темновато, конечно. Ну, в общем, мы здесь. И стали? Ой, не присели, да. Я, в принципе, сейчас не очень себя усталым чувствую. Ну, как темно. Но я очень голодный. Мы ели только один раз. И то это сложно назвать едой. То, что мы ели. О, так посветлее. Ну, вот и все. Шоппинг. Шоппинг закончился. Наконец-таки устали мы, голодные. Мы ничего не ели. И вот приехали мы, завезли тетюалю домой. Вот. И решили все вместе уже поужинать. Для нас это пообедать. В общем, салатик забабацили. Рыбка, пюрешка. Да. Так что, всем приятного аппетита. Я-то пела. Очень классная песня, не знаю. Когда будет бабли-бабли-бабли? Опять у меня бабли все испортила. Все, ребят, мы уже поужинали, попили чай. Едем домой. Да, мы собирались уже уезжать. Мы с Надей. Мы еще с Надей пообщались. Да. Спросили, как есть с новым мутбуком. Как монтируется. Она сказала, что все круто. Это очень хорошо. Она показала, что она купила. У нас, кстати, чем-то похожие по кубке. Надя тоже пальто сегодня купила. Вот. И я пальто. А мне сегодня ничего не хотелось смотреть. Я вот только-то купила и все. Ну, я так присматривала тебе, но мне ничего такого классного не приглянулось именно вот на мужчину. На тебя. И пальто я тоже присматривала. Что-то ничего интересного не нашла. Единственное, что я вот в этом магазине, где себе пальто купила, я не посмотрела тебе пальто. Но я думаю, на Рождество... После Рождества? Да. Испанского. Что здесь он по-другому. Ну, короче, на рождественские скидки, когда здесь зимой, они очень хорошие. Мы поедем и посмотрим тебе пальто. Ну, или пораньше. Ну, короче, надо тебе тоже посмотреть какой-нибудь. Хороший там, знаешь, чтобы ты надел и понял, что, блин, все. Я очень круто себя чувствую в нем и так далее. Понимаешь? Ну, не знаю. Я вот эти кофты себе прекрасно чувствую. Ну, что-то он последнее время вот эти вот кофты носит на... на этом... Ну, взрывы... Да, у меня так комфортно. У меня просто... На самом деле у меня курток... Много. Очень много курток, но мне... Просто на улице тепло, не хочется ходить. В куртке. В куртке. Но также не хочется в других свитерах ходить. Не хочется ходить вот в такой, чтобы можно было ее расстегнуть, стало прохладненько. Угу. У меня было холодно, и раз, я ее застегну. В обычном свитере этой возможности нет расстегнуть. Мне вот это не нравится. То есть нет такой температуры, чтобы носить другие вещи. Да. А вот поэтому купили мне еще похожую. Не, не похожа. Ну, в смысле... На молнии. Да, на молнии. Она таков-то выглядит, как свитерок. Ну, то есть такой вот вязанный, внутри очень мягкий. Ну, он такой же, как и был, внутри, как и этот. А, нет. Не, 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 не. Не, не, не такой же. И тоже на замке. Ну, хорошая швейковка, на Ване очень хорошо села. Мне понравилось. Ну, ребят, если кто пишет, что я там бедненький хожу, ну, свитер, это потому что я так хочу ходить. Они потому что... Ну, полный шипонер одежды. Да, не, не, там любят писать, что Катя вот себе куча одежды покупает, а Ваня ничего не покупает. Ребят, если бы я хотел, я бы хотел бы покупал. Ну, то, что у меня есть, я не все надеваю. Не говоря уже о том, что хотите покупать. Но бывают такие моменты, когда я реально его заставляю покупать что-то. Ну, это нереальный момент, это всегда. Ну, я постоянно всегда его заставляю что-то покупать, что входит как этот в одном и том же. Ну, это, наверное, у мужчин у всех такая вот фишечка в голове есть, вот что-то любимое надел и входит в полу-жизни. Ну, это комфортно, удобно. У меня в прошлом году, я помню, я все время ходил в красный, но ее этот сток так заносил. Да, уже все в карточках уже, уже вообще надо ее... Утилизировать ее уже надо, не надо ее носить, она уже... Ну, видишь, мне просто нравится, что она тоже... Все, как вы уже поняли, едем мы домой. У нас сколько? 10 часов вечера. Сейчас включим отопление, ляжем смотреть передачи, которые идут по пятнице. Сразу начнем монтировать, чтобы не откладывать. Поэтому сейчас мы с вами прощаемся и увидимся с вами завтра. Так что всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok